Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в Одессе и в Украине, то вы смотрите нужное видео и нужный канал. День 21 марта и ночь 22 были очень богатые на события, но обо всем по порядку. Ночью и утром 21 марта Российская Федерация наносила массированный ракетный удар по Украине. Было выпущено 29 крылатых ракет типа Х-101, Х-555 с 11 бомбардировщиков Ту-95МС. Также были задействованы самолеты МиГ-31К, которые выпустили две гиперзвуковые ракеты Кинжал. Также были зафиксированы пуски двух баллистических ракет типа Искандер-М. В ходе воздушного боя силами-средством нашей противовоздушной обороны удалось сбить 29 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 и две гиперзвуковые ракеты Кинжал. Практически весь ракетный удар пришелся по Киеву. Из-за падения обломков сбитых ракет были повреждены несколько домов. Также ранения получили 12 человек, но они все были легкие и люди от геспитализации отказались. Утром в Одессе из-за аварии на высоковольтных линиях электропередач под городом часть Одессы осталась без электричества и воды. После обеда авария была устранена. Примерно в 11.30 дня поступает информация, что в небе Российской Федерации есть фиксация сразу шести бортов МиГ-31К, которые летят в сторону акватории Черного моря. Также поступает инфа, что возле города Южный и возле Одессы есть фиксация разведывательных дронов. По ним уже работает наше ПВО. Дроны сбиваются, а МиГ-31, сделав круг, летят на аэродромы боевого базирования. Затем поступает сообщение, что в Одесской области продолжат переименовывать населенные пункты и появится местечко Шампань и местечко под названием Новый Париж. После обеда поступает информация, что всем молодым людям 2007 года рождения надо прибыть в районные военкоматы для постановки на воинский учет. Поздно вечером 21 марта поступает инфа, что с мыса Чауда Крым фиксируются пуски дронов Камикадзе типа Шахет-131-136. Вектор полета у них – южные регионы Украины. Если вектор полета не изменится, то в пределах Одесской области они ожидаются в 23 часа 23 часа 30 минут. Но по тревожной информации, к сожалению, это еще не все. Вечером 21 марта поступает оповещение, что Российская Федерация вывела в Черное море на боевое дежурство два подводных ракетоносителя, у которых на борту может находиться до восьми крылатых ракет «Калибр». И если вспомнить при этом, что в последние несколько дней возле Одессы и возле Южного были замечены дроны-разведчики, то несложно себе представить, что может ожидать этой ночью Южный и Одессу. По последней информации, ударные дроны летят через Херсонскую область в сторону Кривого Рога. Также есть инфа о новых пусках дронов «Камикадзе» в сторону южных регионов Украины. Будем внимательно отслеживать ситуацию с вектором полета ударных дронов. И в случае обновления информации и угрозы для Одесской области я постараюсь по возможности выпустить новый ролик. Вот такие новости у нас в Одессе и в Украине. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои, и даст Бог. До новых встреч.